Ну, над проектом работали, конечно же, специалисты молодежного центра, активисты РДШ, юно-армейцы. С волонтерами молодежного центра мы посетили архив Полтавского муниципального района, где просмотрели информацию про наших героев. Также с активистами мы посетили Полтавский музей с той же целью. Ну и юно-армейцы помогли в уборке нашей аллеи. Недовольство почувствовала, потому что есть над чем работать, и когда ты слышишь свой голос как чужой, скажем так, то ты подмечаешь, где-то ты сделала не то, где-то сказала недостаточно выразительно и все тому подобное. Ну, будем работать, благо, возможность есть. Почему Алина? Потому что ранее я уже с ней работал. У меня есть личная книга «Сборник стихов», где Алина участвовала, Алина озвучивала, читала и импровизировала порой, что, конечно, меня устраивало. Когда начался проект, этот, либо проводить кастинг, отбирать голоса, слушать дефекты, выявлять дефекты. А тут рядом человек, который непосредственно уже имел опыт работы с микрофоном. Я считаю, что данную видеоэкскурсию должен посмотреть каждый житель Полтавского муниципального района, так как это аллея героев, и там представлены герои нашего района. Это те люди, которым мы должны гордиться и должны их знать. Самым сложным в записи было осознание своей ответственности. То есть мы работали не для того, чтобы просто посмотреть, как это будет. Мы работали для большой аудитории. Мы прекрасно понимали, что это услышат люди, и поэтому это накладывает свой груз ответственности. Почему режиссер проекта? По той причине, что я имею опыт, видение, построение концерта, мероприятия. В данном проекте нет ничего сложного. Есть видеоряд, который собран из фотографий, из видеоархива, фотоархива. Это у нас видеоряд, сделанный под музыку в цвете. И также вторая составляющая – это аудиоконтент. У нас был материал по всем 12 героев. В печатном виде мы его отредактировали, записали. Пять раз перезаписали, потому что нас кое-что не устраивало. И все-таки финальную версию вы сейчас уже видите. Данный проект нужен для того, чтобы жители Полтавского района и, конечно же, наши гости могли познакомиться с историей района непосредственно на историях героев, которыми мы гордимся и которыми мы славимся. Этот проект – одна из возможностей напомнить молодежи, подрастающим поколению о том, что у нас здесь есть люди, которыми можно гордиться. Можно и нужно гордиться. Для чего нужен этот проект? Книги перепечатываются, фильмы переснимаются, музыка переслушивается и заново переделывается. Так и мы освежили аллею через QR-код. Вот цифровизация идет. Сейчас не нужно заходить в архив. Можно было просто, спокойно, гуляя по этой аллее, полтавчане либо гости нашего поселка. Просто навели QR-сканер на QR-код и получили информацию о наших героях. О героях Великой Отечественной войны, о героях соцтруда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова